Официальный сайт проекта www.wsgg.com Россия также отыграла пятый тур, как и Украина, и в этом чемпионате также прошли очень интересные игры. Премьер Лига провела три матча. Состав Эргазон проигрывает две карты команде НПМЕ 10-20 и 11-19. Эта игра была очень важной для Эргазон, и парни опустились на вторую строчку турнирной таблицы. Что нельзя сказать о составе No More Limits. Парни провели очень хорошую игру против Destruction, обыграв этих ребят 22-8 и 25-5 на двух картах. А вот команда 5 o'clock T разошлась с боевой ничей с составом Решетка. Если первый матч ребята сыграли очень неплохо и одержали победу со счетом 21-9, то вторая карта явно прошла неудачно. 12-18 и парни занимают шестую строчку. Первая Лига Дивизион А. В этой группе команды Юпро Леганс и Ив Фос смогли обыграть своих соперников с минимальным счетом 4-1 по картам. Как мы видим, первый матч прошел между фаворитами группы, и Юпро Леганс окончательно утвердили свою лидирующую позицию в дивизионе 21-9 и 15-15. А вот вторая игра между Айс и Ив Фос прошла, так сказать, за нужные очки. Как таковой смены позиции в группе командам не видать, но разыгрывать нижние строчки в дивизионе можно, что в принципе и произошло. 4-1 Ив Фос обыграли Айс и закрепляются на седьмом месте. В дивизионе Б до Майти разошлись ничьей с командой Год Лайк. Первая карта прошла полностью под диктовку Год Лайк, а вот на второй парни из до Майти собрались и навязали борьбу своим соперникам. Итоговый счет 18-12. Игор Дим добивается очередной победы над своим соперником. На этот раз Симпл проиграли этому составу две карты 5-25 и 8-22. Судя по турнирной таблице и по темпу выступлений, которые задают игроки Игор Дим, то парни в скором времени будут бороться за первую строчку своей группы. И последний матч Аутсайдеров Инсейн, который проиграли матч в команде The Ori. Счета карт 13-17 и 4-26. Вторая лига. Дивизион А. В дивизионе А у команды Оптимум был хороший шанс улучшить свое турнирное положение, но при этом парни проиграли две карты своим соперником 3-27 и 11-19. Этот состав укрепился на пятом месте и на счету ребят 14 очков. И наконец команда Слабенькие, в который раз просто сносят своих соперников с карты 20-10 и 25-5. Парни очень быстро стали подниматься по турнирной таблице и громкие победы над лидером своего дивизиона не за горами. И дивизион Б провел только одну игру. В Оргимон 4-1 обыграли Интрэнс и укрепились на третьем месте своей группы. Официальный сайт проекта www.wsgg.com В группе В, несмотря на явное лидерство команды Шаддер, парни очень неуверенно провели свой матч против Экзе. Минимальная победа 4-1, 15-15 счет первой карты и 23-7 на второй. Разница в счете подразумевает под собой недооценку соперника. Далее Cypher. Разошлись боевой ничьей с командой Альтэтех 13-17 и 19-11. Последний матч, который завершился победой ДН-96 над соперником в лице Гуаникс 18-12 и 15-15 и общий счет 4-1. Ситуация команд в дивизионе перед вами и можно подвести некоторые итоги в выступлениях составов, а также увидеть, кто претендует на первые места. Официальный сайт проекта www.wsgg.com Последний дивизион Г, в котором также прошло всего 3 матча, Pure Own и East Joystick разыграли 6 очков, 17-13 и 8-22. Боевая ничья. 4 Experience удивительно проигрывают 2 карты с мягко говоря разгромным счетом состава под названием Уверенность. А ведь команда 4 Experience на данный момент занимает первое место. В принципе количество очков позволяет парням проиграть 1 матч, но не больше, так как дальше у их преследователей будет шансов больше, чтобы их догнать. Последняя игра между Unleashed и ребятами из I Am Life заканчивается ничейным результатом. Оба состава показали хорошую игру и счет в этом матче полностью закономерный 22-8 и 16-14. Очередная игровая неделя закончена, некоторые команды-лидеры неплохо оторвались от своих преследователей, а некоторые отдали лидирующие позиции. Большинству нужно больше готовиться к своим играм, дабы подняться по турнирной сетке. Официальный сайт проекта www.wsgg.com Субтитры создавал DimaTorzok